Добрый день, в эфире программа «Союз нерушимый». Вас приветствует ведущий Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Интересная передача, у нас неинтересных не бывает, безусловно. Не бывает, у нас только интересных. Мы сегодня приветствуем в нашей студии нашего коллегу, можно так сказать. Да, наш гость, который приехал специально по своим делам, и мы пригласили его к нам на передачу, потому что считаем, что то, что он делает, это очень интересно и полезно. И сегодня мы поговорим о его работе поподробнее. Наш коллега, я имею в виду журналист, член Союза писателей и Союза журналистов Республики Азербайджан, Рамин Мамедов. Рамин Гусейнович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Салам алейкум. Да, скажите, пожалуйста, что значит ваше имя Рамин? Как переводится? Особо не переводится. Поймали. В честь героя национального. Да, у нас был герой Советского Союза. Одного нашего писателя старинного. Один из его героев был Рамин, парень, мальчик. А Вис девочка. Вот отец меня назвал в честь этого героя Рамина. Я так понимаю, на Кавказе распространенная традиция в честь героев, знаменитых людей, исторических, каких-то национальных героев. Давайте поговорим о цели вашего визита. И тут уже перейдем. Как я во время встречи с днем Рамина Гусенича спросил, а какими такими ветрами вас забросило в наши края? Во-первых, я вас благодарю, очень благодарен, что вы меня пригласили на студию. Огромное вам спасибо. Это мое любимое занятие, это мое любимое дело. Первым делом я должен сказать, что с 1979 по 1992 год я жил и трудился в Тюменской области. Кроме своей основной работы занимался любимым делом укреплением дружеских отношений между народами. В советское время это была какая-то любимая тема. Не только между русскими и азербайджанцами? Нет, конечно. А вообще, в принципе. Я выступал постоянно там. Значит, около 200 моих выступлений в российских газетах. Рамина Гусенича не просто коллега-журналист, он еще и с нами коллега по укреплению межнационального согласия. Я в основном в свободное время от работы, а работа основная у меня была очень строгая. Я стоял на охране правопорядка. А, вы правоохранитель. Да. И образование... Вы раньше вы служили в милиции. Да, я образование получил в Свердловске. И образование соответствующее? Да. Школа милиции, да, наверное? Закончил юридическую школу милиции в Свердловске. Политический университет в Тюмени. Двухгодичный курс журналистики в Нижнем Артурске. И в настоящее время вы в отставке? Я в настоящее время. В каком звании? После того, в звании майора. Майор. После того, как еще около 15 лет служил в азербайджанской полиции, в рядах азербайджанской полиции, я вышел на пенсию. Сейчас я пенсионер. У меня еще больше времени, чтобы укреплять дружеские отношения между нашими народами. И странами. Мне сейчас с травы тянет поговорить о том, кому лучше живется, российским или азербайджанским пенсионерам. Ну ладно. Нормально. Нормально живет. И теми другими. И когда я жил в Тюменской области, как я уже сказал, я все свободное время свое посвятил вот этой работе. Был внештатным сотрудником многих газет. В частности... Местных тюменских или каких-то российских изданий? Значит, в городских, нижневартовских и тюменских областных газет. Ну и я выступал, отправлял письма, свои материалы в «Комсомольскую правду», в «Правду», в «Красную звезду», в журнал «Советская милиция». Это все публиковалось, соответственно? Да. Можно найти статьи за вашим авторством. Я выступал часто по местному радио, на местное телевидение нас приглашали вот по этим вопросам, по укреплению дружеских отношений между нашими народами, между всеми народами, которые жили в Советском Союзе. И когда я уже в Азербайджане вышел на пенсию, пока служил, раз в год ездил в Россию. Свой отпуск проводил здесь, в городах России, собирал материалы о наших соотечественниках, независимо от национальности, писал книги, писал и об истории наших дружеских отношений, то есть дружеских отношений наших народов и стран. В конечном итоге, я вот это скажу, в конечном итоге я систематизировал все свои материалы и книги, вот выпустил такие уже «Сыны страны огней в истории России». «Сыны страны огней в истории России». Да, это первое издание. Символическое название Азербайджана. Да, это второе издание, а это третье издание. Вот так вот. Да, мы передачу нашу записываем на видео и можно будет издание это увидеть. Да, я поэтому показал. Скажите, пожалуйста, а что отправной точкой послужило? Почему вы почувствовали такую тягу к работе в рамках укрепления межнациональных отношений? Я вам скажу честно. Скажите, пожалуйста. Я вам честно признаюсь, об этом много раз мне задавали вопросом, и я ответил честно, как было. Ведь многие люди живут, не задумываясь об этом. Ну, как-то вот, да? Я вам скажу. Я с детства занимался журналистской деятельностью и готовился писать рассказы. Художественные произведения, да, небольшие, а потом, видимо, большие надо было писать. И когда я призывался в 1976 году в армию, в ряде Советской армии, я служил в Псковской области, недалеко от города Острова, в лесу мы служили. В таких серьёзных частях, в артиллерийских, ракетных. И я заметил, что из многих регионов России молодые ребята, когда я говорю о своих земляках, они думают только о тех, кто стоит на рынках. Я вам вот признаюсь честно. Это всё так было. В смысле, торгуют той или иной продукцией? Да, да. С этого дня я, конечно, побежал в полковую библиотеку. Я с тех времён ещё занимался энциклопедическим книгам. Я притащил им эти тома Большой советской энциклопедии, Красные книги. Тогда уже несколько томов выходили. Это третье издание Большой советской энциклопедии. Было в 1976 году. Я им показал Узеира Гаджибекова, Кара Гараева. Это великий композитор. И так далее. Я говорю, вы о них знаете? Они сказали, нет, мы не знаем. Посмотрите, это вовсе не торговцы. И вот после того я много раз в этом убедился, что мы друг друга плохо знаем. Друг о друге достаточно не знаем. И я своё творчество направил вот в этом направлении. В этом направлении я начал заниматься творчеством. А вы тогда эмоции, хотелось бы, чтобы прозвучали. Вы какую-то обиду почувствовали за свой народ? Я знаю, что он так не ограничен, а вообще никак уже получается не представлен в голове. Знаете, что меня задело? Эти молодые ребята не знали, что благодаря бакинской нефти мы выиграли Великую Отечественную войну. Это был серьёзный ход, конечно, да. И неспроста немцы туда рвались. Да, живая сила в основном была из России, это мы знаем. А нефтью, которую обеспечил Азербайджан, они не знали. Они не знали, что 127 человек из Азербайджана стали героями Советского Союза. Из них 43 Азербайджанцы. Во время Великой Отечественной войны. В году Великой Отечественной войны. Да, но более 600 тысяч человек были призваны. Сегодня вы спросите у любого, даже у многих азербайджанцев, не говорю уже о русском, они не знают, что кто из азербайджанцев есть герой России. Герой России. Да. Который поднял в Севередвинске судостроительный завод в лихие 90-е годы. Ельцин ему присвоил героя России. Давайте напомним. Давуд Пашаев. Давуд Пашаев. Давуд Гусейнович Пашаев. В 1940 году родился в Подмосковье. Умер в 2010 году. И много таких, кто руководит журналом номер один России сегодня. Уже 31 год. Член, корреспондент Российской Академии Наук Ахмед Искендеров. Главный редактор журнала «Вопросы истории». Вы знакомы с ним лично? Я со всеми ими встречался, сфотографировались вместе. Кто нашел сибирскую нефть? Форман Салманов. Кто 25 лет руководил космосом? Советского Союза Керимов, генерал-лейтенант. И так далее. Так же в Азербайджане. Я вам скажу русские. Не перечисляя там всевозможных звезд эстрады и так далее. Да, вы знаете. Я думаю, нет необходимости всех их перечислять. То есть определяющие сферы. Космос, нефтегазовая промышленность. В течение 8 лет Азербайджан Сабит Оруджев в 1972-1981 год являлся министром газовой промышленности СССР. Ну, все логично. Регион, где есть углеводороды. Я вам могу рассказать, какие у нас взаимоотношения очень теплые, очень дружеские, очень братские с русской общиной Азербайджана, которая является самой крупной общиной на Кавказе, в Азербайджане. Хотелось бы, чтобы мы подходили этому с точки зрения обычных людей, не затрагивая особо какие-то вопросы в политике и так далее. Как обычные люди живут. Как обычные люди, об обычных делах, об обычных людях рассказать. Вот, я, например, когда уже перевелся в Баку, я сразу же, через год образовалась русская община Азербайджана, и я сразу же с ними наладил контакт. Это какой год был? Познакомились. Это был 1993 год. Кстати, мы в этом году отметили 25-летие. И они книгу издали, по-моему, «Нити дружбы» называется. Нити? Нити дружбы называется, да. Русская община издала вот такую книгу. Там распространение нам подарили, если точно сказать. Вот, очень у них хорошее, приличное мероприятие было. Меня тоже пригласили. Я участвовал там. Я участвовал на всех их съездах русской общины Азербайджана. А были представители из России? Были. Были? Были очень авторитетные. На каком уровне авторитетные? Да, депутаты были даже на их... Государственной думы, да? Да. Я помню даже в 2009 году, когда у них был второй съезд, там были и депутаты Государственной думы, и другие авторитетные гости, и из регионов России, и так далее, и тому подобное было. Что представляет собой русская община в Азербайджане? Сколько человек? Чем она занимается непосредственно? Я скажу, на сегодня 150 тысяч человек. Ого. Да. Я скажу. В процентном соотношении, если смотреть русские в Азербайджане, по населению я имею в виду. 9 миллионов. 9 миллионов. Сегодня 150 тысяч. Значит, председателем русской общины Азербайджана является Михаил Юрьевич Забелин. Я должен сказать, что он очень, очень объективный человек, очень, самое главное, воспитанный человек. Интеллигентный. Он очень интеллигентный. Когда он разговаривает, просто хочется вот стоять так и слушать его. И сам он человек очень порядочный. Он с Гейдаром Алиевым вместе долгие годы они работали в ЦК Компартии Азербайджана. И он организует все эти мероприятия. Книгу. Вот я отметил, по-моему, да, или вам я сказал, что выпустили они книгу русской в истории Азербайджана. Это, конечно, очень авторитетно. А скажите, пожалуйста, какой статус у русской общины в Азербайджане? Насколько я понимаю, вот диаспора, например, у нас как общественная организация регистрируется. Тоже общественная организация, да? Да, общественная организация. Ну, если президент еще удостоился стать депутатом парламента нашего, у нас Милимеджлис называется. То есть Михаил Юрьевич Забелин является депутатом Милимеджлиса Азербайджана. Ну, как Азербайджанского парламента. Тут уже факт сам о себе говорит. Вот он как раз из нашего района, где я живу, это Бакинский район, городской район, Кардахский район. Уже три созыва он избирался из нашего района. Когда выдвигали его кандидатуру, я с удовольствием участвовал в его пропагандистской кампании. Да, правильно, избирательной кампании. Меня каждый раз пригласили, я выступал перед общественностью и рассказывал. Ну, вот эта кампания, насколько я сейчас отдаю себе отчет, это некая декларация чего-то, да? То есть некие ориентиры, некие принципы. Вот можно сейчас основные озвучить? В них наверняка заложена общая концепция жизни русской общины в Азербайджане. На что делается упор, на что делается ставка? Вы знаете, даже... Сохранение русского языка, да? Трудно, что... Поддержание. Давайте просто спросим, Ромен Гусеевич. Я вам скажу, даже тут лишнего говорить не приходится. Они, конечно, во-первых, русский язык, я думаю, у нас даже не надо стараться сохранять. Русский язык у нас сохранен на высоком уровне. Вот на сегодня у нас в Азербайджане свыше 400 школ русских. Русских школ. На русском языке там преподаются только. На сегодня у нас филиал Московского государственного университета имени Ломоносова. На сегодня у нас университет славянский. Существует, да. Да, существуют они все вот в данный момент. На сегодня у нас во многих... То есть славянский это не только русские? Нет, так называется. Славянский университет. Название славянский университет. Нет, просто славяне, понятие-то обширное. Ну да, бакинский, славянский университет так и называется. Мы-то представляем, что самые... Ну и азербайджанцы, я имею в виду, что русские самые многочисленные представители славянства. Восточного славянства, да. Да. Филиал Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. В других наших высших учебных заведениях, скажем, в Бакинском государственном университете... Азербайджанский или бакинский он называется? Азербайджанский? Бакинский раньше назывался азербайджанским. Бакинский госуниверситет. А сейчас Бакинский государственный университет. БГУ. И там? Да. Русский сектор? Там русский сектор. Я хотел сказать, что вот в других этих вузах русский сектор. Потом, у нас если в советское время выходили... Что значит русский сектор? Там обучение на русском языке, да? Ну да. Все предметы на русском языке. В советское время у нас газеты выходили центральные, вот Бакинский рабочий, Вышка, журнал «Литературный Азербайджан» и другие некоторые газеты журнала. А на сегодня у нас, мне кажется, в 34 раза больше выходит на русском языке газета и журнал. Например, «Пакинские известия», «Местное время» и так далее и тому подобное. Вот «Мир литературы», тот же журнал продолжает свою жизнь. А если говорить о русскоязычных СМИ другого формата, радио, телевидение, интернет? У нас интернет, по-моему, много, сколько я знаю. А вот по центральному телевидению, АС-ТВ называется, азербайджанское телевидение, там полчаса, если не ошибаюсь, 25 минут или полчаса ежедневно на русском языке передать. Полчаса в каждом части имеется в виду, да? По интернету я тебе, наверное, справочку дам. То есть любые ресурсы смешные в азербайджане. В азербайджане? Трёхязычные. Трёхязычные. Азербайджанский, русский и английский. То есть нажимаешь кнопочку, и все статьи выходят на русском языке. И кроме этого, у нас в Баку кто приезжает, они все говорят. Когда уезжают, говорят, я думал, я в русский город попал. В Баку в каждом шагу на русском языке разговаривают. И молодые, и люди в годах. Особенно люди в годах. Да. Так что вот насчет этого у нас на сегодня такое положение. Амин Гусеевич, а как насчет, ну хорошо, язык, понятно, сохранение. Как насчет культуры? Русской культуры. В данном случае русской культуры, да, в Азербайджане? Сохранение именно русских традиций. Во-первых, в Азербайджане, я сколько помню, послы российские. Они как будто все, их специально выбрали и отправили в Баку, да. Такие интернациональные, такие культурные, такие дружелюбные люди. И они, мне кажется, хорошо, все равно они какое-то влияние оказывают, мне так кажется, да, чтобы еще крепче стала наша дружба. А вот смотрите, в Баку Рос-Зарубеж-центр. Они проводят большую работу, разные мероприятия. Культурные, да? Культурные мероприятия. В Баку центр русской культуры. Существует. Существует. Как он выглядит? Хочется узнать. На какой это улице? Здание отдельное? На какую улицу находишь? Значит, я вам скажу. Я это хотел сказать, что раньше был проспект Ленина. Сейчас проспект Свобода называется просто. Там большое помещение. Я даже вот туда мы вошли. Я помню, из Рязанской области, из телевидения приезжали, у них интервью брали. Вот тогда я там был, в этом помещении. Ну, там много комнат. Я не считал там сколько, но видно было, что большое место. Ну, я уже, как говорил, русская община Азербайджана и других там общественных организаций много. Российских. Театры. Да, и вот сейчас скажу, театр там имени Самеда Вургуна. Русский драматический. Русский драматический театр. И находится? И находится прямо в центре. Ваку. В самом таком видном, хорошем месте. Одно из украшений, можно сказать, да? Но это столица Азербайджана. Я просто спросил, я знаю где. Я просто специально спросил. В центре, да. В очень красивом месте. Рядом сквер. Такая прогулочная дорога. И, ну, просто такое, в общем, место отдыхательное. Потому что съезды русской общины Азербайджана тоже там проходили. А, понятно. Я посмотрел. Говорит, находился вот на съездах, когда видел еще раз. И вы спросили, вот, по-моему, подразделения русской общины Азербайджана. Подразделения во многих городах. В городах Кянджа, это второй город, вторая столица нашей республики. В городах Ленкарань. В городах Минге-Чаур, в городах Шумгаид, Алибай-Рамблэ и других городах есть региональные отделения русской общины Азербайджана. Ну, и в самом Баку во всех районах. Там 12 районов столицы. Во всех районах есть отделения русской общины Азербайджана. А можно немножко вот еще коснуться деликатной темы, как межнациональных браков, да? Да. Вот явление такое существует? Ассимиляция? Это об этом, я вам скажу, много написано в этом... И мы много об этом говорили. В книге русской в истории Азербайджана очень много там сказано, что азербайджанцы у русских и русские у азербайджанцев многое переняли. Хорошее. В хорошем смысле. Совместных браков и были совместные браки, и сегодня продолжаются, увеличиваются. Мне кажется, это из-за того, что у любви нет границы. Хорошая фраза. Да. У любви нет границы. В том числе национальных границ. Ну, да. Ну, это уже, мне кажется, обо всем говорить. Если человек любит, будь то немка, будь то русская, будь то татарка, азербайджанка, любит и все. Уж извините, что поинтересуюсь о вашей супруге, пометуя о том, что вы долгое время в Тюмени работали. Моя супруга, моя жена русскоязычная. Она, ее зовут Роза. Роза. Фамилия Мамедова. Она в Баку закончила русскую школу. Училась в торговом техникуме, в техникуме советской торговли. Но не любя. Вот поэтому просила. Без желания. Без желания. Она очень хотела быть врачом. И я помог ей закончить, как называется, на уровне техникума. Ну, скажем, медицинский техникум. Училище у нас, как называется, колледж, то есть среднее профессиональное образование, да, мы имеем в виду? Да, да, колледж. На уровне техникума. Раньше назывался медицинский техникум. Работает медсестрой в скорой помощи. В скорой помощи. Да. Так, у нас подошло время небольшой рекламы. Рамин Мамедов, член Союза писателей и Союза журналистов Республики Азербайджан. Сегодня у нас в гостях. В программе «Союз нерушимый». Мы скоро вернемся. Итак, у нас программа «Союз нерушимый». И сегодня наш гость Рамин Гусейнович Мамедов, член Союза писателей и Союза журналистов Республики Азербайджан. Мы говорим о любимом деле, и деле, можно сказать, всей жизни Рамина Гусейновича. Он всю жизнь, как мы поняли, хотел посвятить укреплению миронационального согласия. И он показывал нам свои книги, которые посвятил азербайджанцам в России, и сейчас мы разговариваем с ним, продолжаем наш разговор о том, о русской общине в Азербайджане, которая достаточно большая, самая большая в Закавказье. И как им там живется с точки зрения культуры, языка и других мероприятий. Им там живется неплохо, об этом они говорят сами, во-первых. Во-вторых, извините, я небольшую оговорку сделаю, мои книги посвящены не только азербайджанцам России, мои книги посвящены выходцам из Азербайджана, независимо от национальности. В этих книгах есть и русские, и татары. То есть тем, кто родился в Азербайджане, да. Да, например, есть лауреат... Евреи, да, евреи, да. Конечно, лауреат Нобелевской премии Лев Ландау покинет в Баку. Установили мемориальную доску на доме, где он родился. Я думаю, все знают, кто такой Рандау. Ванников Борис Липович в году войны нарком вооружения, генерал-полковник в Баку в самом хорошем месте ему установили памятник. Пушкин, ну, естественно, в Баку особый, в особом хорошем месте установили памятник. Доктор Елизаров, академик Елизаров, Гаврил Елизаров, родился в Азербайджане. Это тот самый, в честь которого, в частности, аппарат назван. Да, 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 восстановление конечностей. Он тоже родился в Азербайджане. Елизаровский аппарат. В Кургане известная клиника, все вы знаете об этом. Так что много таких можно назвать. Рамин Гусейнович, вы уж простите, может, я сейчас какую-то крабольную фразу произнесу. Ну, раз так хорошо русским в Азербайджане живется, может, нам всем туда переехать? Можно. Сказал Рамин Гусейнович. Да, можно. Чуть ли не добро пожаловать. Да, да. Нет, просто я к тому, что все равно эти возникают какие-то спорные, возможно, проблемные моменты. С чем это связано? Насколько они легко устранимы? Может, это просто какие-то проблемы недопонимания какого-то? Я вам скажу. Поближе, пожалуйста, микрофон. Я вам скажу. Ну, видимо, в жизни всегда, к сожалению, такие проблемы были. То есть, когда я жил и работал в Тюменской области, в 1987 году в городе Тюмени в открытую начали вести кампанию против тех людей, которые приехали, как тогда назвали, работать туда с Кавказа. Даже, ну, это не знаю. Компания была организованная, спланированная? Наверное. Есть и 400 человек. Это я людям из Москвы, из Ленинграда, из Баку рассказывал. Они сказали, ну, не может быть такой. А их лозунги даже вывели на страницы газеты. В частности, газеты «Тюменский комсомолец» под лозунгом «Бейте черных, свободу России». Но в Баку, к счастью, таких вещей не было. В Баку в 1990 году, 20 января, по указанию Горбачева, ввели войска. Истребили людей. Погибших только 150 человек. Это официально. Но и московская пресса в то время, по указанию Горбачева, ни слова не писала об этом. Через три месяца только писали. Известия, центральный орган Верховного Совета, Советского Союза тогда. И прибалтийская газета «Советская молодежь». Что в Баку действительно творили военные. Но после этого, мне кажется, нетрудно представить, что может случиться что угодно нехорошее. Но наша интеллигенция во главе, скажем, таких писателей, народный писатель Бахдер Вагабзаде, он прямо и по телевизору выступил, и по радио, и в газетах, что это кто-то специально хочет создать вражду между нашими народами, с русскими и азербайджанскими народами. И народ остановился. Конечно, многие, некоторые, особенно семьи военнослужащих из русских, уезжали. Но как тогдашний президент нашей республики с 93-го года руководил нашей республикой, уже второй раз пришел к власти Гейдер Алиев, он отметил в своем вступлении, и не один раз в своих вступлениях, что многие те, которые уезжали в города России, они вернулись обратно в Баку. Ну да, я помню эти призывы. Да, после того у нас, слава Богу... Но неспокойное было очень время, конечно. Да, это неспокойное время было просто. А так у нас таких призывов, таких событий не было. И не ожидается, слава Богу. У нас насчет этого очень... С радостью я хочу отметить, что насчет этого у нас очень хорошо. А как насчет представителей религий разных? Мне кажется... Ну, четкий вопрос, может, как РПЦ, собственно, представлено в Баку? На высоком уровне, я могу так сказать. Потому что там по телевидению часто показывают, и в средствах массовой информации тоже пишут, как они встречаются, вот, руководители еврейской, христианской и мусульманской общин. Это крупнейшая религиозная община Азербайджана? Да, да, шейх, шейх Улислам, Пашазаде. Ну, правда, я других пофамильно не помню, но я знаю, что на всех мероприятиях они всегда вместе. И насчет этого у нас никаких, никаких плохих ни слухов, ни событий, я ничего не слышал. То есть демонстрируют, ну, не просто демонстрируют, но еще и реально соблюдают единство, да? Да, насчет этого мы счастливы, что президент и другие руководители, скажем, министерств и других учреждений за этим всегда следят. Насчет этого у нас не зря, вот, я часто слышал, в других странах даже пишут, говорят, что надо изучать практику Азербайджана. Насчет толерантности. У меня еще вопрос, мне хочется про детей еще. Вот Азиз Алич неоднократно в этой студии во время наших программ вспоминал свое советское детство, да, Азиз Алич? О том, как играли вместе все ребята тоже вне зависимости от национальности, во дворе, там, ходили друг к другу в гости, отмечали вместе праздники и так далее. Это факт. Это по-прежнему так вот в Азербайджане, да? Расскажите поподробнее. У нас, я вам скажу, да, мне так приятно было, когда из Рязанской области в 2009 году из телевидения приезжали, НТВ, там тоже вот назвалось телевидение, и они меня пригласили, чтобы я тоже с ними присутствовал, куда бы мы ни ходили. Они рассказывали, и то, что они рассказывали, я вижу своими глазами. Жив я уже с 92-го года в Баку, 26 лет. До того я жил с 72-го года в Баку, и с 92-го по сегодняшний день я живу в Баку. Вот когда Пасха, например, в нашей семье, у моих соседей, мы готовим вот эти сладости, которые русские готовят, славяне готовят, да, и раздаём соседям. Когда наши праздники национальные, религиозные, наврус, точно так же они готовят, раздаём друг другу, ходим друг к другу в гости. Я вам скажу, насчёт этого абсолютно никаких проблем, я даже не думаю, что может случиться. Абсолютно проблем нет. Мы друг друга поздравляем, друг к другу ходим и так далее и тому подобное. А так на бытовом уровне, не знаю, сходить к соседу, соли попросить, не знаю, спичек попросить, это без проблем всё тоже? Нет, я вам скажу, что никаких проблем. Может быть, это из-за того, что мы ещё с давних пор жили вместе в Баку, ну, как тогда известно было. Я ещё не рассказывал Володе, когда в прошлом году, в прошлом, да, мы ездили с супругой в Азербайджан и решили, наконец-то, посетить село Ивановка. Да-да-да, мы вспоминали о нём в нашей передачке. Ивановка. Ивановка, да. Это где-то рядом с Баку, да? Нет, 200 километров. Ну как, рядом, по-российски в легком ряду. Да, там живут староверы или молоканы, кто там? Ну, говорят, молоканы. Молоканы. Да, и, значит, мы вышли, прогулялись по улице, там, смотрим, сидят как бы бабушки одетые по-нашему, там, и в домах, так сказать, тоже похожие на русские, так сказать, наши дома. И чуть-чуть поздоровались, разговаривались, и так, как бы, вот эта женщина русская, она говорит, ну, пойдёмте чаю попьём. Вот так. Всё. Мы только вот пару слов, как бы, сказали, там, друг другу, и всё. Пойдёмте домой, чаю попьём, что тут вроде как. И пошли. Мы пошли чаю попить. Нас накормили. А в России же когда приглашают. Нас накормили сразу, как бы, обедом. По-моему, в России когда приглашают, пойдём чай попьём, не говорят. Пойдём или покушаем, или что-то по-другому. А у нас, даже было раньше, ревизор приезжал из Москвы, в Баку, по окончании работы ему говорят, пойдём чай попьём. Он говорит, нет, я чай не люблю. Второй день снова, пойдём чай попьём. Он, да нет, я не люблю. Третий день, когда приглашают, он говорит, да пойду, посмотрю, что за чай у них. Он пришли домой. И тут началось. Там чего только нет. А четвёртый день, он сам напросился, говорит, пойдём снова чай попьём. Да, безусловно. Минута у нас буквально остаётся. Ромин Гусенич, ну, чувствуете в себе силы продолжать эту деятельность? Что от вас зависит? Что считаете возможным? Вы будете добиваться своего? Есть ещё работа в этом отношении? Мне уже 62-й год пошёл. Я думаю, что пока, чувствую, что пока силы есть. Самое главное, желание есть. И ещё главнее, что мне никто не мешает. Наоборот, меня поддерживают и в России, и в Азербайджане. Я буду свою работу продолжать. И буду заниматься поисками своих соотечественников. Как я уже отметил, независимо от национальности, кто родом из Азербайджана, жил или живёт в настоящее время в России. И для наших стран что-то сделал. Будь то он рабочий, будь то он академик. В моих книгах ему есть место. А работе по укреплению дружбы между народами и странами, мне кажется, всегда есть место. При любых условиях и при любых общественных формациях. Я думаю, что это важная работа. Мы ещё, наверное, скажем про фонд Азербайджан, который организовал ваш приезд в этот раз и помог вам с этим. Да, благотворительный фонд Азербайджана, который возглавляет Ильин Усейнов. Кировский благотворительный фонд Азербайджан. Да, потому что это важную работу вы делаете и для России, и для Азербайджана. Спасибо вам большое. И заканчиваем передачу. Да, заканчиваем на этом передачу. Время на шести кло, к сожалению, уже. Рамин Гусейнович Мамедов, член Союза писателей и Союза журналистов Республики Азербайджан. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Спасибо Эльнуру Гусейнову, что он пригласил меня сюда. Спасибо вам большое, что выделили время и побеседовали со мной. Успехов всем нам. Да здравствует дружба народу. До свидания. До свидания. До свидания. Союз нерушимый.